Расскажите о замеченных вами сбоях в Матрице. Более 10 лет назад переехал в нерезиновую и практически сразу столкнулся с фактами, поставившими меня в тупик. Дело в том, что я начал часто встречать своих знакомых на улице и в переулках, в вагонах, переходах и эскалаторах метро, рынках, торговых центрах, приятелей и приятельниц, с кем дружил или был просто шапочно знаком, сослуживцев и коллег с прежних работ, друзей и подруг детства, одноклассницу и бывшую свою девушку. В общей сложности человек 30 за 5 лет. С учетом того, люди эти не москвичи и многие приезжали в Москву лишь на несколько дней, то начинаешь понимать, что не все однозначно с бомбами, падающими в одни и те же воронки. С недавних пор в связи со сложными обстоятельствами работаю водителем такси. Внезапно начинаю замечать странные вещи, что я каждый вечер езжу по одним и тем же маршрутом дважды. То есть если из центра я забираю клиента и везу его в Южное Бутово, то вернувшись назад в центр и посадив следующего клиента в машину, я повезу его опять в Южное Бутово. А на другой день два рейса в Химке, на третий дважды по Кутузовскому и так далее. Это просто какое-то дежавю и продолжается это уже месяц. Более того, утром забираю клиента по адресу дома, а вечером привожу других клиентов в этот же дом. Но это дом огромный, в котором проживает несколько тысяч человек, хотя до этого момента с данным адресом не сталкивался. Но больше всего меня выбило из колеи следующее совпадение. В районе обеда получаю заказ из старого двухподъездного трехэтажного дома. Мужчина, женщина, ребенок. Везу их к одноподъездному пятиэтажному дому в соседнем районе. Уже ночью возвращаясь домой, подхватываю голосующего мужчину и везу его по указаниям. Направо, прямо, теперь сюда, левее. Колесим по темным переулкам и останавливаемся в каком-то дворе. Мужчина расплачивается и исчезает в подъезде. А я выезжаю из двора и вдруг понимаю, что привез его в тот же подъезд, откуда днем забирал троицу. По спине прошел неприятный озноб. Спустя несколько часов днем еду из центра домой и получаю заказ. Принимаю, включая навигатор и он меня приводит к одноподъездному дому, куда я эту троицу привозил. Разумеется, вызов совсем от другого человека. Что происходит? Чтобы из 10 тысяч автомобилей такси и нескольких тысяч адресов за сутки дважды проехать по двум адресам. Это не укладывается ни в какую статистику и вероятность. Это сбой матрицы, день сурка, временные петли. А я как-то раз увидела в журнале выкройку замечательного платья, помчалась в магазин за тканью. Выбрала очень симпатичную, приехала, сшила себе платье и пошла в нем на день рождения друга, где встретилась со своей знакомой в точно таком же платье. Как два редко общающиеся между собой женщины смогли увидеть один и тот же фасон, купить одну и ту же ткань, Причем обе покупали в одном и том же магазине, как выяснилось позже. Пошить и явиться на один и тот же праздник в одинаковом. Совпадение? Не думаю. В общем, все началось с колбасы. Нам в магазин не так давно завезли новую колбасу. Полукопченка толстыми колечками. Мы взяли на пробу и нам очень понравилось. Узнали у продавца, что колбасу привозят по чуть-чуть 2-3 колечка почти каждый день и решили как-нибудь купить еще. И вот некоторое время назад зашли мы с супругом в магазин, а там на прилавке лежит колечко этой колбасы. Мы обрадовались, решили, что купим, но впереди нас стояла сгорбленная старушка с кучей пакетов. Что-то выбирала, гоняя продавщицу туда-сюда и в конце концов купившая этот последний колбасный кружок. Мы расстроились, решили, что купим в следующий раз. Через несколько дней при подходе к магазину муж придержал дверь и выпустил ту самую старушку. Она поблагодарила, но при этом мы узнали от продавца, что колбаса закончилась. Ее вот только что купила та старушка, которой вы дверь держали. Мы приглянулись, посмеялись. Бабушке тоже колбаска понравилась. На следующий день я, подходя к магазину, увидела, что разгружают машину с колбасами и решила дождаться и купить таки уже этой колбасы. Зашла в магазин и не смогла сдержать смеха. У прилавка стояла та самая старушка и явно ждала колбасу. Она снова купила кружочек, а второй забрала еще одна впереди стоящая дама. Как можно три раза подряд нарваться на одного и того же человека в разное время дня, чтобы при этом она покупала последний кусочек того, что хотел именно ты? Мужу позвонила, сказала, ты не поверишь. Колбасу мы позже таки купили, но старушка была какая-то мистическая. А вы никогда не задумывались о том, что у нас в семье все мужчины раки по гороскопу? Мы задумались и оказалось, что мой прадед, дед, второй муж бабушки, мой отец, второй муж мамы, мой муж, мой сын, брат. Все родились в промежуток от 25 июня по 15 июля. Мы как-то праздновали все дни рождения с копом и радовались, что все рядышком. Но о знаке зодиака не задумывались. Более того, у семи из восьми наших мужчин, про прадеда не в курсе, вторая группа крови. Совпадение? У меня был случай, может не такой эпичный, но все же. Многие одноклассники ушли из школы, закончив всего 9 классов. Я же остался доучиваться до 11. Среди ушедших был и мой друган, с которым вечно ржали на задней парте. Из моего городка он уехал внезапно, как оказалось, из-за родителей, не оставив никаких контактных данных. Позже, уже в 2001 году, я отправился глянуть столицу во время каникул в универе. Представляете мое удивление, когда я обнаружил своего друга в метро в Москве. В городе, куда я поехал вообще только по желанию своей девушки. В городе, в котором на тот момент было больше 10 миллионов человек. Сейчас общаемся, переписываемся уже у каждого семьи. Жил в одном подъезде со мной парень. Я с ним при встрече здоровался просто по-соседски. Встречались, надо сказать, довольно часто. Он со мной-то поздоровается, вполне дружелюбно-то посмотрит, как на дурака, и дальше пройдет. Я не заморачивался, мало ли вдруг у человека настроение плохое, или память на лица страдает. Так прошло лет 5-6, то здоровается, то нет. Потом парень этот съехал с моего подъезда, но поселился где-то рядом. Потому что я продолжал его встречать и по привычке здороваться. История продолжилась. Он то кивнет в ответ, то нет. Был однажды совсем странный случай. Я шел в ближайший магазин. В подъезде столкнулся с этим парнем, поздоровался с ним. А через 5 минут в магазине снова увидел его. Матрица глючит, подумал я, и пошел на кассу. Иду я как-то по улице. Все как обычно. Вижу того парня, но их двое. Я аж остановился от удивления. Один из них увидел, кивнул. Второй нет. Оказалось, что они то ли близнецы, то ли братья, которые очень похожи. Жили рядом, но в разных домах. Потому пазл много лет не складывался. Просыпаюсь я сейчас. Надеваю домашнюю футболку. Домашней она стала пару лет назад, когда я еще курил. Ветер сбил уголек от раковой палочки прямо мне на левое плечо. Теперь там дырка. Нет, не так. Была дырка на левом плече до сегодняшнего утра. Сейчас эта дырка на правом плече. Надета правильно. Не наизнанку, не задом наперед. Проверил несколько раз. Ношу ее по дому достаточно часто, чтобы четко помнить, где была дыра. Предвосхищаю. Алкоголь пил в последний раз в первых числах июня. Сигарета год назад была последняя. Наркотики не принимаю. Что за игры разума такие? Как-то приехал в Екатеринбург по делам. Иду по улице и вдруг вижу, навстречу идет ослепительно красивая девушка. Я проводил ее долгим взглядом и пошел в противоположную сторону. Внезапно из-за угла ближайшего дома выныривает эта девушка. И мы сталкиваемся почти нос к носу. В первую секунду я обалдел. Потом спрашиваю. Девушка, вы же только что прошли мимо меня туда. Я махнул рукой вдаль. Как же вы здесь опять оказались? Или у меня уже глюки? Девушка засмеялась. Да нет у вас никаких глюков. Вы мою сестру видели. Мы с ней двойняшки. Поссорились просто немного. И она, помахав мне рукой, побежала дальше. Девять утра. Народ несется на работу. Поднимаясь на эскалаторе на станции Вестминстер, я заметил перчатку, которая лежала на полу. За мной шла женщина и, видимо, тоже увидела эту перчатку. Я услышал, как кому-то кричат «экскюзме, экскюзме» и заметил, что женщина бежит за мной с этой перчаткой, думая, что я ее обронил. Это не мое, сорян. Она расстроилась, что читалась по лицу. Просто взяла и бросила перчатку на пол. Через две секунды уже за ней бежит какой-то чувак. «Экскюзме, экскюзме» Выдалось мне на почту сходить. Задаю вопрос в одном окошке. Обстоятельно все объясняю. Она говорит «Вам соседнее окно». Я перехожу и вижу за стеклом, как она переходит тоже. Смотрим друг на друга и она спрашивает «Какой вопрос у вас?» С видом, как будто не виделись секунду назад. Ну, пришлось все повторить сначала. Блд. Обнулилась она что ли при переходе или что там? Как они работают? Произошло только что. Сейчас стою, курю и отхожу от произошедшего. Место действия – Приморский район, Санкт-Петербург. Пошел я на заказ роллы относить. Прихожу на адрес, звоню в домофон. Короткий пилик и тишина. Заказ как раз горит вот прямо сейчас. Звоню в домофон еще раз. То же самое. Окей. Набираю номер клиента. Один гудок. Тишина. Сбрасываю. Набираю еще раз. То же самое. Тут домофон начинает пиликать, что дверь открыта. Я стою, туплю секунд 15. Никто не выходит. Окей. Захожу в парадную, вызываю лифт. А освещение такое, будто сепию включили. И тишина стоит мертвая. Только механизм лифта слышно. Выхожу на этаже. Там дверь перед дверями в квартиры. Звонки. Звоню в нужную квартиру. Четко слышу звонок. Он как неплохой, такой колокол. Тынь-дынь, тынь-дынь. И тишина. Я уже напрягся очень сильно. Звоню менеджерам. Играет музыка. Ожидайте ответа оператора. Итак, минут 5. Тишина. Только музыка играет. Параллельно со всем этим приезжает пустой лифт. Открываются двери. Закрываются двери. Никто не вышел. Не зашел. Я его не вызывал. Я уже чего только себе не придумал. А музыка из динамика телефона все играет. И каждые 15 секунд ожидайте ответа оператора. Выхожу на общий балкон. Перезваниваю менеджерам. А там все та же мелодия. Закуриваю. Осматриваюсь. Машин нет. Ветра нет. Прохожих нет. Тишина. Мертвая. На другой стороне улицы детская площадка. За ней Приморское шоссе. И сразу за ним пути железнодорожные. И остановка. Там никого нет. Тоже. На переходе переезда там нет. Через пути загорается красный сигнал. Извинит звонок. Приезжает поезд. Людей я ни в нем, ни на платформе не вижу. Поезд отчаливает в закат. Я в шоке. Захожу обратно на этаж. Вызываю лифт. И тут херак. Мне на плечо рука падает. Я прямо там концы чуть не отдал. Серьезно. Пакет с роллами выронил и с громким... Оборачиваюсь. А там мужик стоит и деньги мне тянет. Клиент. Как он вышел из квартиры я не слышал. Я вообще ничего кроме музыки из телефона и ожидайте ответа оператора не слышал. Но после этого и звуки вернулись. И признаки жизни на улице. Что это было я не в курсе. Ничего кроме спрея от насморка в связи с весной я не принимал. Но охерел знатно. Если мне кто-нибудь объяснит что это было буду рад. Если с вами случались похожие истории. Обязательно рассказывайте о них в комментариях. Лучший комментарий попадет во вкладку сообщества. А на этом все. Если видео вам понравилось поддержите его лайком и подпиской на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать выход новых роликов. А вот два предыдущих видео которые вы можете также посмотреть. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok